Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу вам рассказать об очередном заказе по каталогу номер 11. И этот заказ сделан не для меня. Покупка произведена мной, а заказ для моей новой знакомой Ларисы, которая, посмотрев мои видео, таким образом возжелала попробовать и получить удовольствие от продукта Фаберлик, что делает уже второй заказ. И я хочу показать то, что вызывает у людей какую-то ответную реакцию на мои рассказы, на мои впечатления. Я думаю, что она абсолютно не будет разочарована. И, наверное, в данном случае вполне уместно слово. Я завидую. Я завидую тем ожиданиям, которые у нее сейчас имеются. Я представляю, насколько она получит удовольствие от пользования этими продуктами. Ну и сейчас хочу показать и рассказать, что это за заказ. И ее, конечно, мысли я высказать не могу, но я вполне могу воспользоваться своими знаниями. И теми впечатлениями, которые она мне по телефону высказывала, и ожиданиями, предвосхищениями вот этих заказов, что, может быть, и еще кто-то заинтересуется. Ну, во-первых, это то, что я сейчас показываю. Это серия «Дом Фаберлик». Это косметика для дома. И это мыло для кухни с ароматом фруктов. Ну, в данном случае с ароматом яблока. Этот аромат на самом деле выражен. Он очень хорошо, ну, не этот аромат, а само мыло, устраняет посторонние запахи, не особо приятные запахи. Хотя кухонные запахи или ароматы какой-то еды, продуктов, вряд ли можно назвать неприятными, но те, которые не подходят в какой-то момент, когда запах лука, чеснока, селедки или еще чего-то, копчености каких-то, которые достаточно на долгое время сохраняются. Вот это мыло прекрасно справляется с этой проблемой. Кроме того, оно неплохо устраняет жир с посуды и абсолютно не сушит кожу рук. Так что я думаю, что Лариса будет очень довольна этим приобретением и вполне вероятно захочет испробовать и другие ароматы. Пока их три. Также, посмотрев о профилактических таких средствах, уходовых средствах за домашней утварью и не только какими-то предметами, но и обувью, воздух в помещении, это универсальное антибактериальное средство, которое можно использовать. Ну, в общем-то, это практически альтернатива стерилизации, которая происходит с хирургическими инструментами и тому подобными вещами. То есть на самом деле бактерии вредоносные какие-то устраняются очень качественно. Ну, я не могу судить об этом с той точки зрения, что я проверить этого не могу. Но я знаю, что болезней в нашей семье стало значительно-значительно меньше. Кроме этого, пока у нас два кондиционера для белья. Это ультракондиционеры концентрированные. И оба они с аромокапсулами. И вот человек выбрал такой зеленый растительный запах. Есть еще розовый, цветочный, более выраженный аромат. А здесь больше запах зелени. Кондиционер снабжен вот такой крышечкой с мерным стаканчиком. И больше, чем надо, основываясь на рисочках, которые нанесены здесь, вы просто не нальете. Ну, хотя я чаще уже пользуюсь не флакончиком этим, а на глаз выливаю, не высчитываю там по граммам или еще что-то, просто выливаю какое-то небольшое количество в машинку стиральную, когда происходит стирка или когда руками стираю, не прибегая к этому стаканчику, потому что все это делается очень-очень элементарно. Здесь написано, что один флакон на 30 стирок. Я могу сказать, что это если средний объем загруженного белья, ну, скажем, 3-4 килограмма. Если большее количество, наверное, стирок на 25 хватит, ну, а при минимальном таком, при минимальной стирке, при минимальном процессе количество будет увеличено. Замечательный кондиционер, запах остается достаточно на долгое время, такой чистый, свежий, очень приятный, абсолютно не раздражающий. Ну, а теперь рассказываю о том, что вызвало у нее наибольший, наверное, интерес. И начинаю с продукции компании «Сингара». Это гели-спреи для дома. Это антистатики. И выбрала, Лариса, каминный зал. Подойдет это для зимнего времени, на мой взгляд, гораздо больше. Но лето у нас плавно подходит к концу. Холода не за горами, а запах хвои, запах такого теплого очага, прекрасный запах горящих дров. Что-то такое очень теплое, уютное, обволакивающее теплом. И в то же время являющееся и профилактикой от респираторных заболеваний, потому что хвоя, аромат хвойный предполагает защиту от вредоносных таких простудных микробов. Ну, а кроме того, это еще на самом деле хороший антистатик. Единственное, что пыль, наверное, придется вытирать почаще, поскольку осаживается она, если она есть в воздухе, достаточно быстро. Это я сужу по своему автомобилю, потому что там это просто виднее. И так как Лариса сказала, что не очень хорошо сейчас воспринимает различные запахи, ароматы, то вот этот гель-спрей с бактериофагами, она выбрала без запаха. Но по функциям он еще более такой многогранный, что ли, более универсальный. Я его частенько использую и в уходовых таких целях. Ну, Лариса как раз именно этим и заинтересовалась, что и для лица в качестве тоника его можно использовать или очищающего средства. И я развожу им гель для интимной гигиены, ну, для того, чтобы все места, которые можно оросить вот этим очень чистым, насыщенным бактериофагами, средством, чтобы вредоносные вирусы, бактерии, микробы погибали, а полезные только размножались и усиливали свою положительную роль в уходе за нашим телом и нашим организмом. Ну, а кроме того, очень хорош этот гель и для места близ компьютера, ну, точно так же, как и каминный зал. То есть можно распылять, разносить его вот в том месте, где стоит компьютер. Очень хорошо и благотворно это влияет на глаза, снимает усталость глаз и вообще освежает и очищает пространство личное вокруг тех предметов, которые источают излучение и не самым полезным образом влияют на нас. Мне пока хочется выразить некое сожалению, недосаду, конечно, некое сожалению, что не решился пока попробовать человек биологические перчатки, это уходовое средство для рук, но я думаю, что попробовав антибактериальные носочки от Сингары, Лариса захочет приобрести и биологические перчатки, потому что на самом деле очень-очень мощное, хорошее такое средство уходовое. Этим, я думаю, человек тоже останется доволен, потому что, ну, на самом деле кожа ног после использования этого средства, этого геля спрея становится более нежной, мягкой, шелковистой, сухость уходит. Если есть проблемы с запахом от ног или с потливостью ног, или, не дай бог, с грибковыми какими-то проявлениями, она тоже решается. Так что я думаю, что попробовав это, удовольствие будет получено. Также, глядя на мои видео, ну, в данном случае я абсолютно не рисуюсь, не красуюсь и не бия себя в грудь, а просто говоря о том, что я постоянно пользуюсь этим, и получаю от этого удовольствие. Ну, видимо, я настолько заразительно рассказала, что Лариса решила воспользоваться тоже предложением испробовать Фрэш, это антивозрастная сыворотка с сардинином. Это очень мощное увлажняющее средство, и думаю, что получит тоже радость от общения вот с этим продуктом. Здесь, в тюбике, ну, вот в этом, этот пульверизатор очень-очень мелко распыляет. Ну, и у нас речь шла о том, что еще один такой флакончик я Ларисе отдам для того, чтобы она, желаемое ею средство, могла туда перелить. На самом деле, вот настолько мелкого распыления я еще ни у одного средства не видела. И любую жидкость можно сюда перелить, ну, в том числе я часто это делаю с монардой, с тониками для лица, с другими средствами, ну, вот с делим-спреем без запаха. То, что нужно иметь с собой, ну, в качестве такого подсобного подручного средства, где-то в сумочку с собой взять, в дорогу, при переходе в какое-то другое помещение, когда не можешь нести абсолютно все с собой, все свои запасы. То есть, очень такой достойный объем, он небольшой сейчас, скажем, сколько, 50 миллилитров, то есть, количество достаточное, но не отягощающее. Так, ну и вот еще два продукта. Это дорогие средства. Человек решился попробовать и думаю, что не будет разочарован. Но прежде чем сказать об этом выборе, я хочу показать то, что заканчивается или закончилось у меня в течение лета, ну, в общем-то, наверное, после приезда из Таиланда, я так и предполагаю, что это где-то числа с 25 мая я начала пользоваться активно, была приобретена мной система омоложения с лифтинг-эффектом первая ступень. Это лифтинг, это то, что требует мощного и активного увлажнения. И поэтому ревиталда и еще одно средство, аквалис. Я сейчас просто не доставала, не собиралась об этом говорить. Вот начала о чем-то разговор, и мысли плавно потекли, и не совсем туда, куда нужно. Но, тем не менее, все равно хотела про это сказать. Если кто-то постоянно следит за моими видео, вы помните, что в Таиланд я брала с собой вот эти средства, сингаровские, в таких же упаковочках, и осталась ими очень и очень довольна. Там как раз у меня вот и был ревитал и аквалис, потому что в очень жарком климате, хотя он и морской, но на жарком, таком тропическом солнце кожа пересыхает, конечно, очень быстро. Плюс морская вода, плюс хлор делают свое дело. И в пустых баночках, когда я говорила, что закончились вот эти средства, я собиралась рассказать о том, из чего же состоят вот эти флаконы. И сейчас хочу показать, но об этом я сниму, конечно, отдельное видео. Вот уже один флакончик у меня раскрученный. И вот вы видите тот дозатор с помпой, который абсолютно, вот он абсолютно чист, то есть средство до последней капли убирается, вынимается, используется. Вот эта вот головочка, не совсем мне удобно сейчас снимать и показывать, вот эта головочка снимается, а вот эта крышка, ну, боюсь, что сейчас не справлюсь так, как хотела, а вот эта крышечка раскручивается. И поэтому следующий шаг, который я сделаю, вот здесь вот, вот только остаточки, вот по самому-самому краешку. Вот их буквально и не видно. В общем, я планирую сюда перелить гель для век из этноботаники. Этот крем-дель достаточно жиденький, и я думаю, что не будет проблем с его использованием. Я попробую, если получится, то, безусловно, все вот эти флаконы будут оставаться, потому что в использовании они очень и очень удобны. Здесь никуда, ничего лезть не надо, никак давить не надо. В отличие от тюбика, который приходится то так, то так, и когда он подходит к концу, выдавливать, в общем, мне не всегда это бывает удобно делать, а баночки я вообще категорически не приветствую. Вот эти средства очень удобны, достаточно нажать, вот оно фиксируется, и сейчас выдавится небольшое количество, просто показать, что он еще есть. Вы знаете, удивительное дело произошло, то, что у меня заканчивается всегда очень и очень быстро, почему-то не кончается достаточно долго, хотя здесь объем 30 мл. А вот 15, то те... О, Господи, полетело все. То, что для век оказывается уходовым средством, которое у меня обычно тянется очень долго, вот здесь почему-то закончилось, и уже недели полторы, наверное, назад, а вот это продолжает и продолжает работать. Так что, ну, я думаю, что здесь несколько последних каких-то нажатий, и этот флакон тоже окажется пустым, но посмотрю, посмотрю и попробую. Если можно дать ему вторую жизнь, я этим обязательно воспользуюсь. Ну, а теперь то, что куплено для Ларисы. Значит, вот этот крем-дель для лица, вернее, он не дель, хотя я думаю, что по консистенции это будет похоже на дель. Я пользовалась вот этой обновленной серией, новая форма выпуска. Я покупала до этого немножечко другая упаковка, где-то в пустых баночках у меня это было. Так вот, этот крем омолаживающий универсальный. Он и дневной, и ночной. Точно так же, как и вот этот крем первой ступени. Это крем для лица универсальный. Он может использоваться и утром, и вечером. А вот во второй ступени кремы есть отдельно дневной и отдельно ночной. И поэтому, конечно же, цена будет в два, даже немножко с лишним раза больше, понятно. Значит, вот этот крем омолаживающий, его назначение, он питает, насыщает кожу витаминами и микроэлементами, уплотняет тургор кожи, повышает ее эластичность, выравнивает кожный рельеф, афматирует цвет лица, защищает от вредных факторов внешней среды. На мой взгляд, этот крем практически не имеет запаха, ну, какого-то ярко выраженного нет, а клиент просил именно такое, не очень пахнущее. И разные люди говорят по-разному. Для кого-то и Ревитал, и Аквалис пахнут очень сильно, для меня этого запаха такого нет, раздражающего. Но про Ревитал Лариса ничего и не спрашивала. Значит, какое назначение этого крема? Формирует четкий овал лица, борется с основными признаками старения кожи, питает и увлажняет кожу, восстанавливает тургор, уменьшает глубину морщин. И наносится он точно так же утром и вечером. То есть это средство универсального применения. Они могут быть использованы и на лицо, и на область декольте, хотя отдельно есть крем для шеи. Но это тоже не дешевое удовольствие. И думаю, что если человек останется вот этими средствами от Сингары доволен, то он, безусловно, купит и остальные, для того, чтобы иметь полное представление о том, что же представляет или предлагает эта компания, что это за средства такие с сиколазидами и другими элементами, очень полезными для ухода, и то, что является самым передовым в области уходовой косметики. За заказ был выдан вот такой вот купон. Но судя по стоимости тех средств, которые здесь есть, купонов должно было быть несколько, но не забываем о том, что купон человек получает за покупку на сумму 999 рублей от стоимости, от каталожных цен. А сингаровских вот этих средств просто не было в каталоге. Иначе бы было или 3, или 4 даже вот таких купончика на покупки следующего месяца. И компания за мизерную плату предлагает либо Саше кремов, либо шампуней. Ну, от Ларисы достанется такой шампунь 3D объем. Ну, я пользовалась этим шампунем, мне он очень-очень понравился. Ну, вот пусть человек тоже попробует и решит, нужно ли ему приобретать или нет. Хотя перед этим Лариса купила у меня шампунь и кондиционер «Молодой кокос». Мне бы очень хотелось, чтобы она осталась очень-очень довольна тем, что куплена. Ну, и очень хочется полагать, что и этими продуктами она абсолютно не будет разочарована. Я правда, вот я говорю, я завидую человеку, который получит массу удовольствия, наслаждения и радости от использования. Ну, таково мое мнение, дай Бог, чтобы оно абсолютно совпало с мнением клиента. Таким образом, Лариса, я знаю, что ты все видео смотришь и я думаю, что ты узнаешь о своем заказе значительно раньше. Я не буду торопиться звонить тебе, я думаю, что ты это увидишь первой. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok